Лучшие спортсмены на одной площадке. Об этом может мечтать любая страна. Но первый кубок чемпионов по гребле на байдарках и каноэ прошел в России, в Алтайском крае. 48 сильнейших атлетов из 24 стран мира приехали в Барнаул, чтобы подарить праздник жителям краевой столицы. Сынования вообще очень хорошо прошли. Такая атмосфера больше праздника, чем соревнования. Нет такого мандража, как обычно, наоборот, весело. И все расслабленные, очень много общения с иностранными спортсменами. И как-то больше сближаешься, прям в этом комьюнити вариться начинаешь. Организаторы кубка решили удивлять по полной. В первый день атлеты соревновались в смешанных парах мужчина-женщина. Во второй – в одиночках. На совершенно новой для гребли дистанции 350 метров. Никто не знал, как правильно рассчитать свои силы. Это очень веселая, но сложная дистанция. Это не 500 метров, где можно медленно грести, и не спринт, где можно нестись, как сумасшедший. Барнаульский канал славится своей легкой водой, которая позволяет спортсменам набирать высокую скорость. В день одиночных заездов вмешалась небесная канцелярия. Сильный ветер вносил свои коррективы. Но чемпионы и в таких условиях показали высокие результаты. Для меня погода была неудачной. Я привык грести с правой руки. Ветер дул в противоположную сторону. Но тем не менее, для меня этот день был просто идеальным. Что примечательно, в каждом финальном заплыве российские спортсмены оказывались в тройке сильнейших. Они показали, отечественная гребля – одна из сильнейших в мире. А спортивный комплекс имени Константина Костенко проявил себя как площадка олимпийского уровня. Более 8 тысяч зрителей пришли посмотреть на греблю. Не каждый футбольный или хоккейный матч собирает столько людей. Но барнаульцы показали, что на Алтае любят этот вид спорта. Поэтому вероятность проведения чемпионата мира на нашем гребном канале уже не кажется фантастикой. Вадим Слюсарев, Алексей Шаульский. Новости.